Продолжение следует... Прошло довольно много народу, но на что мы обратили внимание, мы журналисты, это фактически профсоюзы, а ведь это день международной солидарности трудящихся. В Латвии такое ощущение, что для них это вообще никакой не день знаменательный, никаких других пикетов в шествии не было. Видимо, у нас все в порядке с экономикой, с рабочим классом, все в порядке. Мы еще удивились, что те, кто должны напрямую, в первую очередь, без политических амбиций защищать интересы рабочего человека и вообще наемного работника, вот ни одно мероприятие вчера не проводили. Это говорит о кризисе в профсоюзном движении, на мой взгляд. Но мы традиционно проводим все время там, где и 120 лет тому назад, когда начиналось это движение здесь в Латвии, проходили маевки, митинги. И вчера тоже мы провели митинг под девизом «Против бедности», потому что куда уж дальше, там назывались цифры, около 80% населения живут, живет на доходы, равные границе бедности. Подожди, а как же история успеха? Ну, вот Добровский говорит, он рассказывает, что в Брюсселе ему все рукоплещут и говорят о том, что действительно вы молодцы, вы образец для всей Европы. Это действительно так? Вы все-таки вот сидите в Европавлите. Действительно такая репутация, что это? Да, такая репутация и есть у республики, у его правительства и руководителя Домбровского. Но она основана совсем не на фактах, а основана на том, что, ну, это тоже факт, что в Латвии нет сопротивления никакого, нет протестов. Это считается, что народ поддерживает правительство. А вот на таких событиях или на таких мероприятиях, как вчера, допустим, в Грязенькаунсе, мы видели, что народ вовсе не поддерживает тот курс правительства, который есть. Народ желает работу и желает развития. Но этого пока мы не наблюдаем. Этого пока что нет, да. А как Вы считаете, какова судьба вот Лепес Металуксу? Будет спасать правительство это предприятие, не будет? Я думаю, что правительство уже спасало из банков, и сейчас оно побоится брать, еще спасать металл. За счет денег налогоплательщиков, да? За счет денег налогоплательщиков. Это будет прецедент. Ну, ладно, банки, их мало, а предприятия, тогда любое предприятие, которые или с участием капитала, доли государства, или без участия, могут заявлять в суд, имея прецедент, чтобы им помогли спасаться. Поэтому не будет. Но я думаю, что найдется уже. Поговаривают о том, что какой-то английский металлопроизводитель заинтересовался. Найдется или в Индии, или еще где-то там, где большие олигархи, которые производят металл, купят его. Но уже это будет другой завод, и другие рабочие, и другое все будет. Поэтому рабочим металлургам я только могу одно пожелать, чтобы не падали духом и требовали соблюдения своих прав в соответствии законодателю. Ну да, вот такое ощущение, что фактически вот человека труда, которого вы говорили, и наемных работников, они все, в принципе, люди труда, фактически сегодня никто не защищает. По крайней мере, политической элиты точно нет, да? Да, ну политической элите это сложнее сделать, потому что это политическая борьба, и там политические какие-то вещи. А ведь профсоюзы должны защищать рабочего в труде, защищать рабочего в суде, когда он судится с работодателем. Бороться за то, чтобы был демократичный и современным условием взаимоотношения соответствующий закон о труде. И вот эта доля профсоюза, но наши профсоюзы этим не занимаются. Когда даже проходят вот эти трехсторонние переговоры между профсоюзами, работодателями, я имею в виду конфедерацию работодателей и правительством, там цифр нет. Я видел эти документы, которые принимаются за рубежом в европейских государствах. Там за каждую долю процента профсоюзы борются. Наши профсоюзы даже не умеют подсчитать эти доли процента, видимо, потому что я не вижу, чтобы они боролись против чего-то и за что-то, за интересы рабочего человека. А ведь если мы не найдем способ, как поддержать и как дать нормально зарабатывать человеку труда, наемному работнику, на одних олигархах и на одних только богатых людях в Латвии не выживете. Да, вот вы говорите о борьбе и сразу я вспоминаю ту попытку выбить какое-то более-менее справедливое финансирование для наших латвийских крестьян. Я знаю, что вы тоже активно выступали в Брюсселе и пытались доказать, что то, что происходит, это какая-то вопиющая дискриминация. Если нам говорят о том, что если повезет, то 2019-2020 году латвийские крестьяне выйдут на уровень Румынии. Как будто Румыния это какой-то, так сказать, прекрасный показатель. С чем это связано? Это вина латвийского правительства? Почему вот такая ситуация? Вина правительства очень большая. Самое интересное то, что те, которые в 2002 году в Афинах подписали документ, в котором продиктованы условия, на которых Латвия будет готовиться вступать в Европейский Союз, теперь выступают против этого, требуя совсем другого и совсем других отношений. Нам справедливо говорят, что вы на таких условиях вступали, вы подписали эти документы, вы согласились. Формула одинаковая, как мы для всех рассчитываем. Поэтому теперь нечего, как говорится. Теперь-то особо нечего. Но там есть разные выступления. Ну, последнее, значит, как господин Ромпе определяет, так и будет. Если будет еще сокращение бюджета на 5% европейское, вот скоро мы будем знать, это, значит, в июне месяце, то те даже цифры, которые вы назвали, которые нам обещаны, они могут быть невыполнены, потому что надо будет сокращать весь бюджет. И странно, это тяжело, но ведь мы определяем сейчас бюджет Европейский парламент и комиссии, и совет на период 2014-2020 годов. А этого бюджета еще нету. А когда же готовится в 2014-м, в начале, ну, в мае, в конце мая будут выборы нового Европарламента, и опять, значит, Европа вступит в этот период монетарной своей политики, неподготовленной. И там будут приниматься волевые решения. А с депутатами происходит так, уговаривают большие фракции, если две большие фракции голосуют за остальные, могут оставаться при своих интересах. То есть уже все, да? Да, конечно. То есть это вот имеется в виду народники и левые социал-демократы? И народники, и социалисты, и демократы, да. Там социалисты и демократы. Они действительно левые по своей идеологии, или это все только название? Ну, они часто голосуют, так как наша группа, мы сидим рядом даже, да, но они левее других. Других, если да. То есть какие, в чем-то позиции ваши схожи. Да, да. Они тоже выступают очень часто за повышение роли государства в вопросах, значит, социальных и миграционных и других. У нас работает видеочат, напомню, и телефон 6212-939. Вот по системе видеочата вам, Альфред Петрович, пришел такой вопрос. Как вы думаете, почему идея социалистического государства так непопулярна в латышской среде? Обида на прошлое или непонимание сути? Как просветить население на этот счет? Вот действительно, как-то есть такая, что ли, аллергия у значительной части латышей, когда они слышат социалисты, соцпартия, да, они, так сказать, так отторжение у них происходит. Ну, я довольно часто участвую в международных встречах коммунистических и рабочих партий, профсоюзных движений. И, к сожалению, это во всем мире. Все вроде везде недовольны, но нет такой силы, нет таких сильных партий, которые могли бы за собой повести те народные массы, которые недовольны. Есть революционные призывы, есть все остальное. Если говорить, ну, нет результата. Если посмотреть все революции разного цвета и разных цветов, которые проходили в последнее время, ни одной возврата к социализму не привело. Необходимо время для того, чтобы все произошло. В Латвии, если говорить, то, конечно, участие населения, значит, относительно советской власти, значит, отрицательное отношение из-за депортации, которые дважды проводили здесь, в республике. Участие населения, значит, такая бацилла, как жажда реванша после того, что произошло с итогами Второй мировой войны Великой. Ну, такая месть какая-то, да? Да, месть, да, реваншироваться. Поэтому нужна, необходима смена поколения. Вот произойдет смена поколения, вернутся, начнут возвращаться те, которые поработали за революционным, увидели, как там работают, увидели, как борются за свои права, вот тогда здесь что-то изменится. То есть они уже не позволят, вернувшись, вот так с собой облачаться? Безусловно, безусловно, да. Да, потому что у всех все-таки тяга по дому, по родине есть, тем более, что у многих дети остались, у многих престарелые родители. Ну, если ты хочешь им дать образование, хочешь родителям помочь при нашей дорогой, достаточно недосягаемой медицине, то ты вынужден выбирать между двух этих зол наименьшее зло. Это тоже история успеха, когда люди уезжают в массовом порядке, да? Это еще один элемент. Это успех в кавычках. Да, но я и говорю, что это... Да, это история успеха, да. То есть если так дальше будет продолжаться, то скоро... Видите ли, мы и во фракции, и в парламенте довольно часто и в комитете обсуждаем эти вопросы. Вот дело в том, что тому же немцы, допустим, ну они живут сейчас нормально, но они тоже так боятся, что сколько они могут платить тем, кто, как они говорят, не умеет работать. То есть кормить всех, да. Кормить всех, да. Они спонсоры Европейского Союза. Или у тех же испанцев куда они поедут, итальянцев, те не поедут никогда. А Латвии, пожалуйста, там можно больше, лучше заработать, хотя это меньше, чем местным своим платят. Это с высшим образованием, хорошим образованием, знанием языка, те устраиваться хорошо. И это государства тоже правильно ведут, на мой взгляд, свою политику, потому что получают готового специалиста. Еще немного его приспособить к тем условиям, и все, он работает. А для того, чтобы подготовить специалиста, это надо, ого-го, пока он родился, потом надо среднее образование дать, потом ему надо дать высшее образование. Это проходит 15-20 лет, чтобы специалист этот родился. Ну, я так понимаю, что по существу сейчас правящие политики больше заняты не этой проблемой, а, к примеру, запретом советской символики. Видимо, это больше всего их беспокоит, да, вот этот законопроект, который они хотели протащить срочным чтением. Я не знаю, сколько кого беспокоит, беспокоит и кресло одного, и другого, или третьего министров, но это выбрасывается вот как такая, знаете, такая, на мой взгляд, приманка, вокруг которой все концентрируется. И народ уходит от внимания к тем насущным вопросам, которые являются социальным. Поэтому простили министру благосостояния, что она целое поколение, и даже два поколения списала, что вы вам ничего не делали для этого государства, и поэтому, что вы пищите, что вы плачете, что он там пенсии не индексирует или пенсии маленькие. Ну, так ни в одной стране со своим народом не поступает. Они получили вот те, которые, тем более Винтель, получил уже новое поколение, те, которые выросли при этой власти, не при советской власти, и какой же она им готовит будущее. Это очень серьезные вопросы. Поэтому вот находятся такие вопросы, как запретить там советскую символику. Но это интересно, ведь в году Великой или Отечественной, или Второй мировой войны был такой полк летчиков Нормандии и Неман. И многие из этого полка, летчики, они героически сражались против фашистов, против фашистской Германии, коалиции той, в рядах антифашистов, получили советские награды, вплоть до высоких орденов. И интересно, если кто-то из этих ветеранов приедет на 9 мая в Ригу, так что, им будут отбирать этот орден, или штрафовать его будут за это, что ли? Ну, да, я так понимаю, даже полиция испугалась последствий, поэтому даже притормозили, потому что тяжело представить, как полиция будет срывать ордена. С ветеранов латвийских. Это, по-моему, будет какой-то международный скандал? Будет скандал, да, безусловно. Но я думаю, это тормознули, и теперь уже в новом варианте, насколько я знаю, информирован, то там уже, значит, это не распространяется на ордена и модали. Хотя, я так понимаю, что это тоже попытка отомстить, да, за что-то? Ну, да, потому что, ну, из памяти-то, ну, хорошо, но медаль, это, наоборот, прикует внимание к этим медалям, и будут интересоваться, почему тебе запустим медаль за взятие Кенигсбергов, почему тебе запустим медаль за взятие Берлина, почему тебе орден у деда, там, или у отца был за Великую Отечественную войну и прочее. Это привлечет внимание, это для нас, то поколение, которое эти ордена видело, и родители которых их носили, получали, да и мы сами получали, трудовые, правда, допустим, я говорю о себе. По крайней мере, вы знаете историю, а новое поколение же рассказывает, что 9 мая – это не победа, а герои – это легионеры в Афан-СС, я так понимаю, да? Ну, да. Так воспитываются. Я вообще удивляюсь, что люди с высокими должностями здесь у нас в стране, и историки, и вроде бы теоретики, как можно сравнить, значит, или приравнять 16 марта и день победы 9 мая. Ну, это совсем несравнимая вещь, 16 марта, если так исторически подходить, это один бой, который действительно эти две дивизии, латышские в Афан-СС, вместе сражались против Красной Армии и победили. Но потом, на следующие дни, их так расколошматили, что они пошли на переформирование, больше никогда вместе нигде не выступали. А 9 мая – это всеми признанное, всем миром признанное, значит, акт победы Советского Союза и его коалиции, я имею в виду, в первую очередь, Соединенные Штаты Америки, Англии, да и другие, по собственному, помогали над фашистской Германией, раз и навсегда. Вот теперь спор идёт, почему девятое, а не восьмое. Я посмотрел этот пакт о безоговорочной капитуляции, он состоит из германской вооружённых сил, он состоит из шести пунктов, А во втором пункте написано, значит, буквально следующее, что германские войска прекращают сопротивление, любое сопротивление на суше, воздухе и на водных просторах с 23 часов 0,1 минуты 8 мая. А в России, в Советском Союзе, вернее, не только в России, это было уже 9 мая, вот и весь ключ, зачем мы к этому спорим. Просто речь идёт о временном, да. О временном, да. И ясно, конечно, что Советский Союз, внеся самую главную лепту, он хотел, чтобы этот день он отмечал по-своему, на это он имел право. Потерял более 20 миллионов, да. Безусловно, безусловно. Поэтому спор тут абсолютно пустой. А переговоры начали 22 часа, 43 минуты сошли и начали ставить подписи. Вот и всё это... Вот и вся история, да. Думать, что тут Советский Союз что-то на себя натянул одеяло, ну, это несправедливо. На одной волне с городом. Радио. Молком. Да, мы продолжаем работу в прямом эфире. Альфа Петрович Рубикс на студии, депутат Европарламента. Чтобы было радиослушателям понятно, многие считают, что те, кого избирают в Европарламент, они как бы совершенно оторваясь от жизни, сидят там в Брюсселе, едут только на заседание. Вам удается пообщаться с простыми жителями в Латвии? Как часто вы здесь бываете? Да. Безусловно. Ну, я лично бываю каждую неделю, я 4 дня работаю в Брюсселе. То есть вы все время взад-перёд? Да, взад-перёд, каждую неделю. А, значит, пятница, суббота, воскресенье здесь, в Риге. И практически в каждый свой приезд я где-нибудь до выезжаю и встречаюсь. Ну, конечно, сколько ты один можешь встретиться? Это там не так уж много, допустим, в прошлом году у меня было где-то около 40 встреч в различных местах. И посещаю по своей линии, по которой я отвечаю за сельское хозяйство, крестьян. То есть вы практически объехали всю Латвию, да? Да, безусловно. Я стараюсь так сделать, чтобы, значит, побывать в разных регионах. Есть помощник, который по сельскому хозяйству занимается вопросами, он готовит эти встречи. И встречи есть. Это не массовые встречи, массовые, ну, редко когда бывает, когда там 50, 60, 70. Вот последнее было где-то в Смилтоне я встречался. А так это крестьяне 2, 3, 5, 10, 8 человек собираются и по пути заезжают. Вот сейчас готовлю конференцию, 28 мая будет конференция для мелких, нишевых, так называемых, производителей сельскохозяйственной продукции. Те, которые занимаются там навозными червями, те, которые занимаются виноградными улитками. Но это тоже надо. Там, варшевые, лаванды и прочее. Это очень даже надо, потому что из всех хозяйств, которые в Латвии имеются, в сельском хозяйстве, больше 90% это как раз маленькие, мелкие. А, значит, то, что большие могут выжить и большие свои права как-то могут и лучше пролоббировать и решать свои проблемы, это всем понятно, маленьких некому. Но что меня удивило, я пригласил на эту встречу, в том числе и работников разных министерств. Ну, министерство земледелия безусловно обеспечит свое участие, институт, Елговская, значит, университет тоже обеспечит. А получил от министерства финансов отказ участвовать в этом. Там, оказывается, все так заняты, не зная чем, что не могут прийти своим же крестьянам. Им их не интересуют крестьяне, я, конечно, постараюсь это соответствующим образом объяснить крестьянам. А ведь эти маленькие как раз производители, они больше всего нуждаются в поддержке и помощи, и в том числе разъяснении тому, как деньги получить, какие деньги им положено, все. Это могут сделать только работники финансовых органов. Поэтому вот такое у нас отношение к своим же основам. Основа, крестьянин, это для Латвии основа сегодня. Мы теряем последние большие промышленные производства, и ничего нового у нас не появляется. Маленькие предприятия появляются, большие уничтожаются, в том числе я имею в виду вот Лево Асметалургс. А наше будущее вот работать на нишевых, на стыковых каких-то интересах. И есть очень предприимчивые крестьяне, которые умеют это делать, и поэтому мы их опыт хотим обобщить, показать всем остальным. Прессу пригласим все, чтобы придать этому значение. Ибо на уровне парламента европейского и нашего комитета по сельскому хозяйству и развитию села в Европейском парламенте этому уделяется, во всяком случае, на словах много внимания. Я так понимаю, что если не будет крестьян, то не будет и вот этих вообще села, провинции, фактически, латвийских. Безусловно, да. Может, будет закрывать эту историю, да. Ведь весь менталитет, о котором тут некоторые так очень пекутся, он-то не в городах урбанизированных, а он как раз на селе сохраняется. Самобытность вся и такая, допустим, преемственность сельской и вообще латышской культуры. Это все там. А потом в столицу большие события, как праздники, песни, танцы, это приносится уже по крупицам собранное. Поэтому если мы не будем пествовать, не будем лелеять, не будем обращать внимание на то, что и как развивается на селе, если там до школы не доехать, не дойти и многие другие вопросы, то такой политики будущего для нации нет, безусловно. Да, я еще хотел вас спросить по поводу этих инициатив, которые чем ближе 9 мая, чем чаще звучат всякие разные провокационные заявления. Вот господин Кирштейнс и другие сейчас грозятся вообще снести памятник освободителям, а для начала написать, что там происходило. И вообще 9 мая это не праздник. Вы, по-моему, даже посоветовали тем, кто так считает, обратиться к врачу, я так понимаю, да? Да, если кому-то кажется, что 9 мая это для мира и для всей цивилизации не событие, то действительно надо идти не в политику, а искать помощь врачей. Это однозначно. Что касается, значит, снести или не снести памятник, ну, я бы напомнил этим всем героям в кавычках, что когда шла Великая Отечественная война, тогда россиянка Мухина сохранила вместе с командующим 1-м или 2-м Прибалтийским фронтом Иваном Христофоровичем Баграмяном наш памятник свободы, который тоже было желание тогда снести. Но там было запрещено и бомбить, и артиллерию работать в районе вот этого памятника. Спасли памятник. Красивый, хороший. А этот памятник задвиной, который воздвигнут, во-первых, он там, я сколько помню, это в мое время строилось, там половина денег, которые там вложены, это деньги, собранные из коллектива предприятий и индивидуальные пожертвования. То есть это на народные средства построенный памятник. Нравится кому-то, не нравится, но это история, это большая история. И те люди, которые освободили в том числе и территорию Латвии, и не только Европы, вернее, не только Латвии, но и все Европы от посягательства гитлеровской Германии, они заслуживают увековечения этой памяти. Это, да, это правда. Я хотел спросить, что сейчас самое актуальное вообще происходит в Европарламенте, и обсуждается ли ситуация в Еврозоне, куда, кстати, Латвия стремится. Я так понимаю, что вы были сторонник того, чтобы народ все-таки высказывался, да? Да. Ну, безусловно, я остаюсь этим сторонником, потому что я понимаю прекрасно, что для государства в масштабном таком рассуждении и анализе, безусловно, выгодно переход на Евро. Но это для государства. А государство в том числе это не только территория и правительство, но это и народ. И государство это мы, есть такое выражение, то есть это сам народ, и народу принадлежит суверенная власть. Поэтому такой вопрос, как переход или не переход на Евро, конечно, надо народ спросить. Ну, сейчас собрано 10 тысяч там 400 этих подписей, я боюсь, что это 500, найдут 400-500 подписей негодных и похоронят этот референдум. Но это ничего не спасет. Это один момент. Другой момент. Зачем обманывать и говорить народу, что не будет повышения цен? С одной стороны. А с другой стороны, говорить, что частному сектору перейти на Евро, это стоит где-то 130-140 миллионов латов. Ну, так 130-140 миллионов это вытащат из карманов народа. Это же не соберутся эти, кто владеет торговлей, кто владеет там банками и прочее. Значит, они же не будут из своих карманов выкладывать. Это будет за счет повышения цен. А цены, как мы знаем, если один раз повысили, то они у нас нигде никогда не падают, если не считать это траказденность или еще что-то, где тоже очень много обмана. И в Европейском парламенте по поводу цен часто возникают вопросы, в том числе по сельскому хозяйству, на сельхозпродукцию. И там называются цифры, что торговая наценка, торговля, как вот эти большие магазины наживаются, составляет до 40%. Ну, я помню, в советское время торговая наценка была стандарт 7%, и никому не больше. Как хочешь, так укладывается. А сейчас вот куда все уходит. Не производителю, а вот этому посреднику, который эту продукцию получает и передает ее дальше для населения. Так что не надо обманывать и все обещания правительства о том, что вот мы будем контролировать. Что же вы сейчас не контролируете? У вас нет такой функции контролировать цены. И что же вы такое придумаете, чтобы можно было контролировать? Поэтому в этой бедности, которая есть, с одной стороны, и вторая большая глобальная проблема, вы правильно обе говорите, о том, что Европе, ну, так до конца и не могут принять какие-то меры, которые стабилизировали бы ситуацию в еврозоне. Теперь речь идет о том, что создать единое правительство еврозоны, речь идет о том, что создать специальное правительство, которое занималось бы евро, против чего очень многие, кто находятся в еврозоне, выступают против. Поэтому там проблемы не решены. Они не решены нигде. Ни в этой самой, ни в Греции, ни в Испании, ни в Италии. Там есть обещания, но решений-то еще окончательных нет. Поэтому я считаю, что критерии, которые определяют мастерские критерии для того, чтобы переходить на евро, надо выполнять, это здравые, нормальные критерии для такой нормальной экономики. Но бежать сейчас и прыгать в эту горячую, значит, избу, нет никаких оснований, на мой взгляд. А вы не были удивлены, это так мягко сказано, когда узнали, каким образом пытаются спасти Кипов за счет фактической экспоприации чужих денег, вкладов? Что-то в этом есть такое весьма опасное? Ну, безусловно, это все были удивлены, но, допустим, в Европарламенте, что касается депутатов, когда эти вопросы обсуждали, что большинство все-таки эту тему не трогало и считали, и в нашей фракции во многом это считали, что, ну, раз это ворованные деньги, то пусть они и платят. И тогда появился этот критерий до тысячи евро, значит, до тысячи, значит, не облагать, а после тысячи, там, значит, отнимать, отбирать эти деньги. Ну, вот это есть и европейские ценности, о которых мы тут кричим и на которые хотим воспитать свой народ, свое поколение. Это неприемлемые меры, абсолютно неприемлемые меры. Определить так, на авось, значит, у тебя ворованные, а у тебя не ворованные деньги, для этого есть соответствующие службы, которые обязаны этим заниматься. Зачем же все прикрывают глаза, все знают, что есть офшорные зоны. Все знают. Все знают, что есть эти... Притом прямо внутри Европейского Союза как-то неудивительно. Да, значит, зоны, где можно уйти от налогов. И есть подсчет, когда выступает комиссар и называет, что за счет недобора налогов Европа каждый год теряет 1 триллион евро, ну, это есть над чем задуматься, а эти меры не принимаются. Потом вот легче всего отобрать у народа, отобрать у народа еще то, что каждый накопил. Если он наворовал, то до этого надо его уже приводить в порядок. Вот интересно, сейчас бывший, теперь уже бывший со вчерашнего дня, шеф Бюро защиты Конституции, кажется, уходя, сделал такое заявление, которое активно обсуждали, что Россия опять хочет объединить нас с собой, так он заявил. Ну, видимо, в его понимании включить в состав России Латвию. Что-то это как-то из области фантастики, или это специально было сделано такое заявление? Ну, я не знаю. У него, наверное, данных больше, чем у нас. Возможно, да. Я вообще удивляюсь, что он мог так работать, будучи назначенным на эту должность не гражданином в Латвии. Потом года полтора, по-моему, работал, имея два гражданства. Я удивляюсь. Как это может быть, да? Я позволю себе думать о том, что это не простой человек, не тот, который пришел тут в Латвию спасать, но это... И выполняли какие-то функции другие. Какие? Я не хочу публично говорить. Но у меня есть для этого основания. Поэтому, ну, странно так, да? Странно, что у нас такие люди могут быть в государстве, могут быть у власти, могут быть руководители, и в консервничном итоге ни за что не отвечать. А потом обвинять голословно Россию. Россия, я не знаю, была или не была заинтересована в том, чтобы получить Абриное. И отдали Абриное двумя розчерками пера, и никто не плакал. То есть, в России есть много других методов, как решать вопросы, которые интересны для его государства, а не за счет таких вот... У нас много звонков. Как вы говорите, одевайте наушники, будем их принимать. Добрый день. Слушаем вас. Добрый день. У меня два вопроса. Один из далекого прошлого, 91-го года, а второй, касающийся нынешних дней. Вот вы знаете, Андрей Петрович, перед августом Пуччем, по-моему, была в июле то ли пленум, то ли партийная конференция, на которой очень остро стоял вопрос критики тогдашнего секретаря генерального Горбачева. И даже поговаривали о том, что была инициативная группа, которая хотела внести предложение о снятии его с должности. Вот поясните, так ли это на самом деле было, что этому помешало, и как вы лично к этому относитесь. Это первый вопрос. А второй вопрос, так как вы, значит, очень тесно общаетесь, вот чувствуете нерв Европы в Европарламенте, вот ваше мнение не кажется, во всяком случае для нас, вот здесь обывателей, которые на периферии Европы сидят, такое ощущение, что все-таки в Европе преобладает, даже среди европарламентариев преобладает мнение и усилие по защите именно интересов, национальных интересов своих стран. Это первое, любыми путями. А второе, значит, вот какое-то достижение консенсуса или просто умиротворение всех остальных недовольных. Вот скажите, если так будет продолжаться тенденция, что светит в этом ракурсе нашей стране? Спасибо. Интересный вопрос. Да, интересно. Спасибо, да. Что касается Горбачева, я не знаю, о какой инициативной группе вы говорите, в Латвии или в Союзе, я знаю, что на пленуме, в июльском пленуме, в июльском июньском был в Москве, такая группа была, союзного масштаба, но она не собралась только подписей, чтобы, значит, смести Горбачева, чтобы этот вопрос вынести на пленум. Что касается Латвии, то, едучи на 28-й съезд, перед этим был пленум ЦК Компартии Латвии, на котором тоже этот вопрос обсуждался. Ну, такого прямого поручения, значит, голосовать за то, чтобы Горбачева освободить, такого не было. Когда, значит, проходил съезд, то меня, если вы помните, выдвинули заместителем Горбачева. Я свою кандидатуру снял, потому что я не считал, что я с этим человеком смогу сработаться. Это раз. Во-вторых, я к тому моменту не знал весь Советский Союз. Я знал европейскую часть, а там, за Уралом, я вообще ничего не знал. Поэтому не считал готовым для этого. Я выступил на съезде и сказал, что я считаю, что больше нужен Латвии. Оно оказалось и по сей день, по-моему, так. Что касается защиты в Европе, значит, да, там и правые, и левые все выступают в защиту интересов своих государств. В том числе мы все латвийцы, не зверя ни на какие там различные наши отношения к разным партиям и в разных партиях мы состоим. А в этом я считаю, что мы едины. Мы действительно выступаем в защиту интересов государства. Или когда критикуется что-то по несоблюдению прав человека в Латвии, в частности, вот эти 300 тысяч неграждан, которые как бельмо на глазу тут у всех цивилизованного мира, значит, у нас числятся и никак мы не можем эту проблему решить. Но, к сожалению, в договоре записано, что это вопрос, который решает только республика, страна соответствующая, и Европа в это не вмешивается. Честно говоря, если Европа хотела бы это ликвидировать, она бы нашла, как надавить на Латвию, так как она давила, когда Латвию надо получить и в НАТО, и в Европейский союз неподготовленными, так как она давит или давила, во всяком случае создавала предпосылки на то, что в Латвии немедленно вступала в еврозону и другие вопросы. Я думаю, что эта тенденция будет продолжаться. На чем основаны мои такие наблюдения и выводы? На том, как выступают депутаты разных стран, сопротивляясь тезису нашего главного комиссара, европейского, о том, что нам надо идти по пути федерализации. Против федерализации, ну, все возражают, кроме, может быть, Латвии, еще кого-то, хотя в Латвии я официальной точки зрения не знаю. Как же интересно, что как бы правые национальные силы возражают, а выступают за федерализацию. Здесь какая-то нестыковка, вам не кажется? Нестыковка, совершенно верно, да, нестыковка, да. Ну вот, поэтому там это, я думаю, что в итоге, если Европейский Союз желает сохраниться, ничего другого не будет выхода, как надо будет идти по пути федерализации. Не может так быть, что мы имеем там 18 различных валют, мы имеем 27 различных экономических программ, имеем 27 фискальных разных программ, и хотим идти к единой цели. Так не бывает и так не будет. Поэтому вот буксует и буксует. Я чувствую, что вот господин Ромпей уже устал от этого всего. Он уже говорит, что он больше на следующий срок избираться не будет. Кто будет другой, не знаю. Не знаю, но Европа, Европейский Союз стоит перед очень серьезными изменениями и выборами. По сей день мы не имеем еще бюджета на 2014-2020 год. Вот это сейчас главное. Вы спрашиваете, что там сейчас главное? Это вот сейчас самое главное, потому что остановились все реформы. И в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в энергетике, и везде. Потому что никто не знает, какой будет бюджет. А там в куларах, значит, циркулирует такая информация, что бюджет еще будет сокращен. Он уже сокращен, будет сокращен еще на 5%. Но если такое сокращение будет, то ясно, что развитие будет очень-очень условно на эти следующие годы. Вот это самое главное. Мы, да, мы обсуждаем, мы принимаем, поправляем те законы, регулы, которые уже существуют. Там есть что поправлять. И очень многие написаны как инструкции, очень до мелочей все рассчитано. А вот кардинальные вопросы, связанные с развитием и с будущим, в том числе и создание новых структур, которые будут управлять и Еврозоной, и всем Европейским Союзом, все стоит на месте, потому что нет бюджета. Еще один звонок. У нас звонки сразу по нескольким линиям. Добрый день. Слушаем вас. Добрый день. Да, добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, есть ли у нынешнего режима политрепрессированные и высланные из страны? И сколько находится в заключении за свои свободные взгляды? Ну, не знаю, есть ли такая статистика. Я такой информации не располагаю, это надо специальный анализ, потому что вы же знаете, что политических заключенных никто не считает политическим заключенным в тех странах, где они есть, потому что за политические взгляды никого заключать нельзя. Это в то время, когда тут все менялось и было бы справа, и можно было над Рубиксом поиздеваться. Я имею в виду Рубикс Альфреда. Да, и поиздевались, да. И поиздевались сполна, да, и продолжают еще сейчас. Нет, нет, да пытаются где-то укусить. Но Европа не позволит это. А будет ли когда... Заключенных, но заключенных у нас было 10 тысяч, сейчас их меньше, потому что тут было и амнистия, и другое. Я думаю, что где-то 6-7 тысяч есть заключенных. А может быть, такой последний вопрос. Вот многие радиослушатели спрашивают, будет ли когда-то в Латвии разрешена Коммунистическая партия, или по-прежнему вот это вот преследование, не знаю, за прошлое будет продолжаться. Как вам кажется? Нет, дело в том, что в том решении, которое было принято в 91-м году, там Коммунистическая партия не запрещена. Там, наоборот, есть пункт, который говорит, что не запрещается создавать новую структуру Коммунистической партии. Но мы этого не делаем, потому что пока не решены все вопросы, связанные с той Коммунистической партией, деятельность которой прекращена. Просто прекращена. Она не запрещена. И вообще над партией суда не было. Ну вот прекращена. Да, тут надо юристам еще работать и думать. Мы этим занимаемся. Значит, чтобы как-то прийти к единому мнению, что же с той Коммунистической партией будет. Меня никто с первых секретарей ЦК Коммунистической партии не снимал. Пленума не было. Суд такого решения не выносил. То есть формально, если так, юридически, то я остаюсь председателем той Коммунистической партии, деятельность которой прекращена. Без всяких сроков и так далее. А новую создавать можно. Но что значит сегодня создавать новую? Если нашу социалистическую партию, которая является тоже марксистской партией, ну, не очень-то много народу желает вступить, потому что, видимо, есть какие-то такие обстоятельства у каждого отдельно взятого человека, которые его воздерживают от того, чтобы полностью присоединиться к этой левой идее. То есть надо время. Будет когда-то. Наверняка будет компартия. Спасибо большое от Петровича Рубиксу. Сегодня у нас был в гостях депутаты ее парламента. Большое спасибо. Продолжение следует...